Дорогие друзья, я счастлив представить Марка Задовича Берковаика. Для меня это, прежде всего, один из лучших авторов издательского времени. Мы горды, что мы издавали художественные произведения Марка Берковаика, романы «Инструменты». Это книга «Шесть лет». Спасибо вам большое. И сегодня речь пойдет не об этих книгах, а о другой совершенно теме. Но еще раз разрешите за свидетельствовать вам в почтении и с гордостью сказать, что вы счастливы в вас издавали. Спасибо. Слово. Да, значит, говорим я сегодня о жанре, в котором никогда не работал, в котором я отношусь в чрезвычайных почтениях, ну хотя бы потому, что трое детей и двое внуков, как-то, так сказать, с моей боющей или, по крайней мере, без помех с моей стороны. Приобщается к сказкам. И потому, что, в общем, довольно давно я задумывался о том, что мы, наверное, чересчур поспешно относим сказки к детской литературе. Вот здесь происходит ребенок. Поэтому я, как Андерсон, известно, что Андерсон, всю жизнь панически боялся детей. И когда он встречался с детьми, то он вообще впадал совершенно шесту, потому что он вообще был странным человеком, странным гением таким. И даже известно, что когда ему при жизни уже хотели поставить памятник, и комиссия Борис Королёв отобрала наилучший вариант, то он там был с книгой и в окружении детей. Так он решительно запротестовал, потому что он даже в бронзе хотел быть рядом с детьми. Но зато он с большим новостком общался с юными девушками, юношами. И известно, что принцесса Таргмара, которая приехала в Россию и стала императрицией Марии Федоровны, женой Александра Таргмарии, уезжая из здания, она со слезами на глазах прощалась с родителями и с самым сыном. Но это я повторяю за сезон первым. Я не буду даваться в теоретические размышления, хотя какие-то вскользь замечания придется делать по этому поводу. Я лучше поговорю о сказке, как она возникла, вот сказке в моей предметной. Сейчас я скажу, как я понимаю сказку. И как она, в конце концов, умерла. Она умерла в XIX веке, как раз со смертью Андерсона. Вы, конечно, можете запротестовать, как же Ленинг и Свердлс, Алиса и в Стране чудес, а как же Пу, а как же Карлсон и так далее. Сказочные персонажи живут. Но сказка, как некий такой специфический литературный жанр, очень интересный литературный жанр, она по-мирному закончила свое существование. Вот это я и попытаюсь вам рассказать. Есть мнение, бытует мнение, что сказки, все сказки, которые мы будем с вами читать, они народные. То есть они возникли из какого-то такого эпоса, из жанра сказок, сказаний, мишу, легенду. На самом деле это не так. Ну просто потому что легенда – это всегда что-то, что опирается на реальное событие. Или на реального персонажа, вокруг которого потом наморачивается вымысел. Ну, например, легенда о рыцарях круглого стола. Понятно, что там романтической истории мира Нацилота и Генера, скорее всего, не было. Но какой-то кельтский король по имени Артур был. И вокруг него в словами создавался этот мир. Сказка – это, конечно, не миф, потому что миф категорически всегда посвящен либо богам, либо героям. Как любил писать, во всяком смысле, старик-домян, во всяком смысле, старик-домян. Богоравные герои. У него, в то время, Одиссей называется Богоравный, Ахим называется Богоравный. Итак, вот в мифе – это всегда боги и богоравные герои. В сказках совершенно обычные люди, которые, вот, подобно нашим волонтерам, наведились в какие-то объекты. Они действуют, как правило, в очень такой условной обстановке. Там нет привязки к конкретной географии. Через какой лес шла красная шапочка? В какой стране расположена? В домах мы не знаем. Просто неосветло. На опушке живет бабушка, и вот она просто спит. И к конкретным, каким-то таким историческим событиям. Опять же, мы коснемся с вами катап-сапогаш. Вот, вы не можете сказать, какому конкретному историческому субъеку посвящена эта знаменитая сказка. Так вот, народ действительно в своих посиделках, или, там, я не знаю, праздниках, нечто такое выдумано. И очень, ну, подавляющее большинство выдающихся шедевров жанра сказки, конечно, имеет истоки вот из этих народных сказаний. Народных парень, лучше назвать их так. Но трудами нескольких гений, или выдающихся литераторов. Их было немного. Совсем немного. Они были далеко не в каждой стране. Мы можем гордиться тем, что в России были два выдающихся сказочника. Это Александр Сергеевич Кушкин, естественно, и Петр Павлович Ершовт со своей гениальной сказкой «Коняр Горбонов». А Бажосов, на которого там любят ссылаться особенно патриоты Уральского края, ну, это просто фольклиадист, который, более-менее, литературным языком записал вот эти самые народные байки, но не сделал их факторами араболитов. Потому что Данила Мастер и хозяйка Медной Горы слишком привязаны к реалиям уральской жизни. Ну, там, я не знаю, где-нибудь в Германии это не пойму, потому что там нет таких городов, там нет таких умельцев, пропоиц, мастеров, и любящих погулять и покутить. И поэтому за них на меру насти мы очень любили. Но вот Кушкин и Бажосов, да, среди немногих, на мой взгляд, немногих великих сказочников, Кушкин и Бажосов занимают выдающиеся месты, и мы об этом успеем, я надеюсь, поговорим. Так вот, эта сказка, сказка как факт литературы, конечно, началась с Шанна Первого. Французского критика, литературного критика, драматурга, писателя. Мы совершенно не знаем ни его, ни читаем все его остальные вещи, кроме, но стоит сказать, сейчас три волшебных слова, Ход, Сапога, Золушу, Спящая красавица. И у нас у всех сразу возникали вот эти опыты, сразу вот эти сказки у нас в голове, и мы понимаем, что это действительно то, что нас увлекло когда-то и не отпустило до сих пор. Кстати, сказку он выпустил в последние два года своей жизни, он уже в 1628-1703 году. Основная его жизнь пришлась на период царствования Короля Солнца, Людовика XIV. Он сделал поначалу выдающуюся карьеру Жану Первого. Его заметил Жан Корбер, это тот, кто был министром, ну, сколько, президентом финансов, как тогда это называлось, министром финансов при 14-м, сделал очень много для развития промышленности во Франции. И вот это поколение Солнцем Тольбера и, как сказать, в Миркане, в Перо, в артистических, в аристократических, хотя он был сам не аристократом, кругом, сделали его секретарем Академии словесности и надписи. Это тот и тип литературный Академии, до сих пор Академия существует. Однако, стоило тот первый умереть, как завистники немедленно скинули, сделали сейчас, чтобы скинуть перорос этой должности, он уехал в свое умение, которое к тому времени приобрел, и там тихо скончался за три года до смерти, опубликовав сборничек такой сказки наушники усилия. И вот целого началась сказка. Вот эти три, знаменитые кроме еще, но эти три знаменитые архетипические, как и будут говорить, литература ведая, философа, архетипические образы, архетипические сказки Золушка, спящая красавица и топ-сапога, они были в этом санкции используются. И после того, что появился этот сборник, появился жарный сказки и появился первый великий, гениальный сказочник. А вот теперь давайте немножко попробуем покопаться в себе и поймем, чем нам это все так привыкло. Ну, во-первых, чистейший воды вымысел, не имеющий практически никакого отношения к реальной жизни. Нет, детали реальной жизни, приметы реальной жизни, конечно, в этом есть. Но сам сюжет, сама фабула с реальной жизнью никакой связи не имеют. Ну, давайте возьмем золушку. Девочка, девочка, которая по 16-14 часов в день занята тяжелой ромашной работой. Появляется фея, которая хочет сделать ей такой подарок. И делает. Здесь много дам, поднимите руки, кто когда-нибудь задумывался, в каком состоянии были руки золушку. после годов этой тяжелой домашней работы, и с какими руками она могла поехать на бал. Никто не задумывался, а потому что это так прекрасно, это так отвечает нашим стремлениям, что мы такими глупостями даже не думаем. Мы даже не думаем о том, что эта девушка вообще не мытая, не купленная поехала на бал, потому что фея делала все, но она не устроила ни ванну, ни душ, она не преподнесла ей ничего из косметики, то есть золушку даже не припудрилась, так сказать, платье было естественно декольтировано и так далее, но она приехала а она покорила и потрясла всех, в нее немедленно влюбился принц и дальше возникает вот эта вот изумительная деталь с хрустальным шпачком, в которой мы все влюблены, и опять не задаем себе вопрос, какую обувь носила эта девушка до балла, она носила деревянную грубую крестьянскую обувь, в каком состоянии бывали ступни, а были ступни, и теперь представьте себе, что на эти ступни надевается хрустальный башнючок на хрустке, естественно, который оказался велик, мало прошу прощения, для всех остальных ножек королевства, потому что принц честно объехал всех и за всем пытался этот башнючок надеть, но надел только на задушку. И вот когда начинаешь анализировать, у меня же это бред, на самом деле это бред, так не только никогда не бывает, так вообще в принципе так не может быть, но нам на это наплевать, потому что нас вдруг вытащили в какой-то мир высочайшего вымысла, высочайшие поэзии, все наше подсознательное, которое протестует против реалий окружающей жизни, а слава богу, эти реалии достают нас, прошу прощения, и травку, где-то достают нас с утра до вечера, все это уходит, и вдруг вот этот вот сияющий нит, в котором всего лишь появление одной доброй феи, делает вот это все возможно. Кот сапога, скажите, пожалуйста, кстати, это очень важная сказка, потому что возникает впервые в мировой литературе тема третьего сына. Почему третий сын так важен? Потому что все идет от рейтерства, когда титул и состояние наследовал первый сын. У дел второго сына было священнослужение. Все епископы, все патриархи, патриархи, и так далее, они были из вторых сыновей. Третий сыновьем были сами несчастные, не доставалось вообще ничего, для них никакая стезя не была приготовлена, и кстати говоря, все величие британской империи построилось на третьих сыновьях, потому что именно они шли в военные. Им просто нет, было деться, и только шпагой и, так сказать, конем они могли заработать себе нажить и обеспечить себе жизнь. Так вот, что почему такой странный подарок, мы же не будем говорить о том, что умельника откуда-то взялись сапоги, но не важно, взялись сапоги. И вот код надевает эти сапоги. Что, скажите, много времени на это вы представляете себе, это высокие сапоги, от формы практически, да, до почти края. вспомните любимого нашего героя фильмов и книги Великого Ромона, кто ходил в таких сапогах? тартаньян. Тартаньян может ничего нет. И это был как раз период Людовича 14. Остается на газ, то ли Перро издевался над, так сказать, окружающей обстановкой, дав коту явные признаки военного дворянства, служебного дворянства подойдут сапоги. А это был период, когда французская армия терпела очень чувствительные поражения голландцев в конце жизни Людовича 14-го, и он издевается над всем этим стручивым дворянством, то ли наоборот, он успевает его, что даже от получив вот эту путевку в жизнь сапоги и шляпы обычного сапоги ромыша, ему художники рисуют, даже кот может совершить вот эти фантастические подвиги и вывести своего хозяина, а возвести фактически своего хозяина на трон. Но это тоже архетипический образ, неважно мы верим или не верим, но сама изумительная деталь, когда кот говорит людоеду, что он никогда не сможет превратиться в мышку и этот большой дурак немедленно превращается в мышку и кот его вот этой хитростью побеждает. А вот эти вот знаменитые господи, сколько раз мы проезжаем видя башню тяжелого про себя говорим кому, чье это Маркизова Карласа, конечно, он хорошая история. Ну и так далее. И вот так созародится жанр сказок, который подхватили совсем в другой стране, Германию, ну в соседней стране, Германию, и подхватили братья Гремии. Это были два брата, выдающиеся филологи. Они первыми стали составлять, ну что у нас называется толковым словарем русского языка, они начали составлять толковый словарь, этимологически словарь, толковый немецкого языка, ну вообще германского языка, потому что немецких языков на самом деле много. Мы, кстати, можем посленно оценить величие подвига Владимира Ивановича Даля, который за свою жизнь сумел этот словарь создать. Потому что первая из первого тома вот этого самого словаря «Вратьев Гримм» вышел в свет в 1852 году. А когда вышел последний том, как вы думаете? Есть предположение? Ну, Юра как-то разница. Пошел далеко вперед. Нет, Юра в 1961 году все уже последний дом появился. Более ста лет. Целый коллектив авторов трудился над составлением вот этого словаря. Ну, конечно, видоизменяет, что-то редактирует, но тем не менее. И кто знает, я понимаю, что даже немцы это не знают, но сказки «Братья Гримм» знают все. Интересно, что в Советском Союзе первое место среди всех иностранных авторов по тиражам занимал Николай Маркес, как мы говорим, и не Фридрих занимали «Братья Гримм». На втором месте был Андерс. На третьем совершенно чудом, ну, совершенно заслуженным, записавшейся в эти встроенные ряды Джек Лондон. и на четвертом Шарль первого. То есть никакие вот эти вот столбы, зарубев и литературы не могли быть ни с какого сравнения с этими четырьмами авторами. «Братья Гримм» выпускают сейчас посмотрю дату, одну минуточку, в каком году знаем, в общем, а не первое издание, в 1812 году, выпускает сборник сказок, а вот среди них Снежка, среди них преминских музыкантов, среди них Волк и Семеро Козлят. Для меня когда-то было большим сюрпризом, что это совершенно такая назидательная девская история была первое «Братья Гримм». Там же «Красная Шапочка» и «Золушка», они не постеснялись заимствовать эту пирогу, там же кстати говоря «Сказка о рыбаке и рыбке», которую братья Гримм назвали «Сказка о рыбаке и его жене». То есть карте может вряд ли не успеть, но подумайте, как Пушкин должен был трансформировать сказку, чтобы назвать «Сказка о рыбаке и рыбке». Это же надо играть на там же по-видимому это первый гимн пиар в мировой истории это «Храбрый партняшка». Помните эту сказку, да? Этот гениальный слухон одним ударом в семерыв имеется в виду семь мув одним взмахом в семь прочитывался как свидетельство величайшего подвига, что он умеет одним ударом убийства всех человек. и значит он лучший воин земли. И, кстати, на этом легенде его нашел письмо. Откуда все это берется? Это, кстати, вот это все и перо, и братья взяли из народа. Это то, что называется взять под паду, подслушать паду, знаю, широково и короток, может и ням очень много это доступно за это историк. И своими литературными ведениями сделать это величайшим творением мировой культуры А вот следующий, кого бы я хотел упомянуть, это совершенно другая вещь. Этих личностей, я думаю, в истории литературы всего три. Это вот Эрнст Теодор Гоффман, о котором я хотел бы сказать, и это вот тот самый Аннасов. То, что называется, люди, абсолютно не рассевок. Причем Гоффман был еще в такой ситуации, что он был голубой в жизни. Его сутки устроились таким образом. Днем он на чиновничной работе, очень тортолюбиво, зарабатывает деньги на пропитание. В позднем вечере и ранней ночи был в кабаке, где набирается ничего хорошего состояния. Потом он приходит домой, пишет свои веки произведения и на самом рассвете ложится поспать часа два. Конечно, такой режим жизни не мог не сказаться, но в возрасте 40-40 лет. Все факты, все сюжеты сказок Гоффмана придуманы Гоффманом. Не знаю, насколько он сказочный, но скорее всего он все же должен быть назван великим писателем мистикой. Потому что мистическое направление философии и литературы, как нигде, было сильно гермальным. Но достаточно вспомнить только две сказки Гоффмана. Благодаря Евгению Петра Ильича Чайковского мы все были влюблены в эту историю, в эту сказку с самого детства. Но о чем Шеркунчик? Шеркунчик как раз об этой твоей жизни. Потому что Мари, вот приятный балет Маша, она еще девушка, она еще ребенок, и по ночам она видит во сне вот эти вот события, которые происходят с этим самым щелкотелем моря, с Шеркунчиком, который, конечно, прекрасен, которому она помогает в борьбе с мужчинным королем и так далее, и так далее. А потом, чем кончается у Гоффмана, и это есть, в общем, и в балете, но не так явно. У Гоффмана сказка заканчивается тем, что тот самый крестный Драссельмаев, который подарил Мишину Петра, Мари, приводит к Мари своего племянника, мальчика, ну, девушка, подробно. И она видит, что он просто потрясающе похож на этого самого Шеркунчика. То есть детство закончилось, и вот, как сказать, крестный ввел ее в мир взрослой жизни, любви, семьи и так далее. Ну, Петра Ильич был человеком трагического мировоззрения, поэтому он наотрез отказался от этого племянника, и там просто вот эту гениальную вроде прощания Маши со Щеркунчиком Драссельмаев уводит ребенка куда-то. Ну, понятно, что Шерпаков с ним перезайдет, но это вот вроде, нитья. Не могу ее не попытаться напеть, вот это вот та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это форты-оркестр и разрывается сердце. Ничего более тактического в мировой музыке в общем не было, и мы понимаем, как тяжело бы восстановиться взрослому самому Тетрунчику. И вторая сказка, она гораздо менее известна. Она носит длинное название, но я бы применю короткий вариант. Крошка Цахис. Кто из вас знает? Ну, вот, на самом деле, эта сказка породила, ну, вообще, вы знаете, что там Золушка имеет бесчистенное количество вариаций. Замечательный фильм «Красовка» — это, на самом деле, вариация, столь же не имеющая отношение к реальной жизни. На тему Золушки, там, и «Кот в сапогах» тоже имеет массу. Ремейков, как сейчас. Крошка Цахис — это, ну, фактически, первая политическая, даже не сатира, мистическая, мистико-политическая сатира. Потому что бедная крестьянка, которая откуда-то тащит в корзине своего уродца малыша, потому что вот это была самая крошка Цахис, да, вдруг она засыпала или прячется от грозы, сейчас не помню деталей, и последняя оставшаяся от изгнания всех волшебников и всех фей из этого герцогства. Фея видит это по уродцам и делает так, что на его голове появляются три золотых волоска. Эти три золотых волоска, и эта фея очень часто появляется в процессе переставания, и расчесывая, вечно сальные, спутанные, грязные волосы этого сапога, крошки Цахира, эти три волоска дают ему волшебное могущество. Потому что всё то было хорошее, талантливое, интересное, светлое и так далее, что делается окружающим, немедленно приписывается к рожке Цахира. Поэтому самому, ну, потом приобрел им Ценнадер. То есть, я не знаю, стоит кому-то там прочитать какого-нибудь поэта в присутствии Ценнадера, крошки Цахира, прочитать какие-то свои новые стихи, замечательные, как все начинают аплодировать, прочитать, браво, господин Ценнадер. А всё то плохое, что делает Ценнадер, крошки Цахира, немедленно, неловкое, плохое, вранье и так далее, немедленно приписывается окружающим. То есть, вот эти три золотых волоска делают его совершенством в глазах толпы. Если вспомнить, что Гоффман жил, значит, с 1776 по 1822 год, то кто? Маленький, уродливый человечек, которого толпа, рука плескала, божественная и так далее. Разумеется, Наполеон был наоборот. И я пришлю предположить, что вот это пренебрежительное, призвливое, даже физиологическое отвращение, которое питает Лев Николаевич Толстой, когда он военные пишет о Наполеоне. Это всё корни оттуда. Из этой самой сказки крошка Цахица. Потому что ничего более отвратительного и злоба о всех диктаторах, начиная от Наполеона, там, я не знаю, Сталина, Гитлера, но я не хочу смотреть, но не пойду дальше. О всех людях маленького роста, которых толпа готова обожествлять, приписывать им что-то сверхъестественное, что-то выдаёт, какие-то прорывы будущие и так далее, и так далее. Это всё лежит вот в этом образе господина Цахица, крошки Цахица. В России Офман был едва не популярным человеком Германии. Им убивался Гогу. Достоевский читал его и во всех переводах, его червьеводного братья, и на языке оригинального. Достоевский хорошо знал немецкий язык. И вся политическая сатира, вся антиутопия, которая потом возникла в кандидат XIII-XX века, если мы присмотримся к образам диктатора, вот это ли там, то там никогда не будет высокого красавца с красивым голосом, там, я не знаю, зятиками манеры, покорителя женских сердец и так далее, и так далее. Там всегда в том или ином виде будет уродица, будет крошка Цахица, будет господин Цахица. Но, повторяю, Охман умер очень молодым, у нас 14-20 автор, участвует в царках практически даже. И я советую вам, не знаю, если у вас найдется время, послушать, совершенно изюмительно, замечающих творений, мировой музыкальной литературы, оперу Жака Афенбаха, сказки Гоффу. Мы привыкли воспринимать Афенбаха, как автора Каткана, так сказать, соответствующие те, соответствующие позы, Афенбаха. Но Афенбах всю жизнь писал в этом опере, в новой половине жизни, писал эту оперу сказки Гоффу, где фигурируют и сам Гоффман, и его сказочные персонажи. То есть трагическая, прекрасная опера с легалитной музыкой. Ну, достаточно сказать, что там одна из самых популярных в мире вилоги, может быть, Барфгарол, из оперы по стеклоу. Вот послушайте, и вы тогда поймите, какая это была трагическая, с другого мира пришедшая фигуру. И как под его влияние попал Вильгель Гауф, который прожил очень насыщенную 25-летнюю жизнь, заслужил славу, и, уже признание, пока не верит в Германе, сейчас его женились, и умер в гражданстве. Он чуть-чуть пережил Бога. И две его сказки, «Маленький мух» и «Карль Кнос», окончательно выводят сказки вообще вот за этот светлый мир создавшего Шарма II. Потому что «Маленький мух» заканчивается зло поверженным, но добро он не победил. «Добро удалилось куда-то волшебничество». «Волшебничество» и живет, ну вот, «Маленький мух», и живет, призирает человечество. Очень трагически. «Карль Кнос», ну, наверное, «Карль Кнос», может быть, вы помните лучше. Я напомню пунктирую. Значит, мальчик торгует на рынке овощами, подходит уродливая старуха, начинает критиковать его товар, мальчик Яков. Яков, что-то такое ей не варит, резкое, она усмехается, тем не менее в ногу накупает, и просит его донести корзину до ее домика. Он доносит ей корзину, она угощает его сумму, а дальше ему снится сон, что он среди мышей, крыс, белых, синицы, знаете, салона, прислуживает этой самой старой семьи, и готовит какие-то необходимые вкусные клюки. Потом он просыпается, вспоминает, что матушка его ждет, а он ушел из дома, но он бежит к себе домой, и вдруг повесняется, что он остался каждый нанятен в ротовом парке. Прошло семь лет, и он все считает умершим. И дальше он поступает на службу некому децепту, готовит ему совершенно роскошное блюдо, вспоминает молоку, которую он познал в старой семейке. Потом в гости к этому децепту приезжает другой децепт, который говорит, что наверняка его фантастический повар не сможет приготовить тот паштел, который готовил его повар, и маленький, простите, Якоб готовил этот самый паштел, а когда гость его пробил, то он говорит, что нет, конечно, потому что только его мерзость. Знать этот паштел надо добавлять травму, совершенно прелестное и очень грустное название, чихая на здоровье. Вы можете себе представить, что вы видите в паштел, с добрыми травмами, читая на строке, чтобы что-то с вами при этом произойдет. Но у этого Яков купил гусыню на рынке, чтобы изготовить гусян яблок, но почему-то ему стало ее жалко, она с ним заговорила, что он ее оставил при себе, и вот когда он понимает, что сейчас его казнит, двух хозяев, гусыня ему говорит, что пойдем на огород, мы найдем травму, чихая на здоровье. И полчуда именно она это 1-11 берет ее актуал. Значит, вот эта паштетная история как-то заканчивается благополучно, но Яков говорит гусыню слова благодарности, она превращается в прекрасную девушку, вы уже наверняка решили, что я бы заканчивался свадьбой, ни черта по-моему нет. Яков отводит это самый ми ми, к ее волшебнику, волшебник возвращает его к прежнему человеческому облику и дает деньги. Яков дает деньги, и уходит, живцы беспокойные, и пожирает. Любовь, морковь, ми ми, а ми ми, ничего подобного, что нужно, нормальный человеческий облик и какое-то количество детей. Вот он, 15-15 лет. Ну и, наконец, Андерсона, о котором я ничего не рассказывал, еще не буду, потому что вы сами все знаете. Вот это сказки в совершенно чистейшем их выражении. они для всех, для детей изображены. Они абсолютно все придуманы. Там нет ни одного заимствованного сюжета, но все они построены, ну, фактически на притче. действует некий сказочный персонаж. Ну, фольгер, наверное, согласен. И с ним много происходит. Кстати, очень трагическая сказка. Он длинный, как вы помните, пламя, но единственное светлое пятно, потому что та балерина, эта женщина, которая была улыблен, ее ветром тоже заносит пламя, и они сгорают в раме и вести. И вот так вот Андерсон, боявшихся женщин, боявшихся детей, явный аутист, в этом своем странном мире создавал эти замечательные сказки. Кстати говоря, совсем недавно я узнал, что советская цензура не щадила даже Андерсона, потому что в знаменитой послежной королеве, когда Герда прорывается говорила с «Снежной королевой» замерзшего горя, спящего лейтеномого церкви горя, то мы читали, что она начинает плакать, ее слезы, ну, там, увы и почему увы, не так поэтично, она просто читает «Отче Наши». И эта молитва, вот как раз, все, и это происходит. Но в Советском Союзе это было невозможно, чтобы молитва оказывало такое благотворное действие. Поэтому она заплатила. я должен сказать, что по-моему, все-таки чуть-чуть даже чем просто читать, то и чем просто. Ну и наконец два выдающихся, два великих, два гениальных, на мой взгляд, русских сказочников это Александр Александрович Пушкин и Петр Павлович Эдущенко. Люди совершенно разные все-таки встречающиеся, так сказать, жившие в одном мире. В 30-м году, как известно, Пушкин жениться находился. И в 31-м году написал первое сказку о царе Салтане. Салтане. Она имела явный сюжет этой сказки. Явно был создан, по-моему, где-то в южных славянских временах. Назывался эта сказка очень сложно, когда по коленам золоте и локти и руки по локоть ноги по коленам, золоте и руки по локоть в серебре. Что-то вот такое. Понадобилось Сергея Кушкина разобрать, чтобы из-за этого сделать поэтический шедевр. Но вот, что интересно, насколько эта сказка вообще это самое светлое, что вообще есть в, наверное, мировой литературы. Светлое даже не в сюжете. А вот это объединение, что все будет хорошо. Зло не имеет никакой силы. Ну да, законопатили вас с матушкой это вы, бочка, шваркнули в море. Ну ничего, можно поговорить с волной, 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 выделить стихи, и волной, вынесет вас на берег. Ну что вынесете? И вот дальше это самое, совершенно чудом выросший ведомик, царь ведомик, что-то там дно головкой, еще головкой, еще не головой, оперся, понатужился немножко, как бы нам во две окошка сделать что-то молодым, он выше дно и выше угол, но уже выше и выше совершенно сложившимся красавцем молодым, который пошел на дверь немедленно, значит, освободил царевую лебедь от этого злого окошина, и все. И вот, и дальше все, дальше вот эти подсознательные мечты Пушкина. Что все? Любовь восторгствовала? Э, не, 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 царевна лебедь строит ему город. Вы помните, да? Наутро он в Афманское перенесел на берегу, а наутро он видит, что огромный город, где его встречают восторженные, где говорят, князи, в этом городе. Но город должен жить. Простите, возникает такое скучное слово бюншет. А чем наполняется бюншет? Белочка возникает, в которой грызен обычные орешки, а скорлупка становится немедленно золотой, и ядр чистый изумруд. Да, ядр чистый изумруд. И сразу появляется государственное управление, потому что при Белке появляется приказной дьяк, который ведет стройные учеты и с коронками, и ядрышками. Город надо оборонять. И что? Появляется 33 богатыря и дьяк. Что волнует Ведона? Ведона волнует папаня. Вот этот самый незадачный царь-салтан, который, очень говоря, странно женился. Вы помните, что там была еще сватья баба Мариха, да? Так, что она делала при дворе, совершенно непонятно, потому что он сам обходил, как вы помните, в старое царство, и слушал, о чем девице, значит, там рассуждать. Вот, когда он хочет, что эта самая девица хочет ему родить богатыря, то он, значит, не понял, что живет. При этом, чем перед ним провинились первые две сестры, я до сих пор не понимаю. В общем-то, у них тоже хорошие мечты. Одна хочет тормить весь мир, другая хочет весь мир родить, но он делает их не министром финансов, не министром сельского хозяйства, он делает их ткачиком и повариком. А что должны делать сестры после того, как третья дурочка, которая сидела вместе с ними, становится царицей, а они начинают ткать и варить борщи. Естественно, они не завидуют. Причем вся эта история, как вы помните, совершенно прелестна. Там пишут царю, что родила царица в ночь, ни то сына, ни то дочь, ни царевы, ни какого-то, они в этом не берут. Он погоревал велик подождать бюро возвращения, но эти три стерлоза меняют письмо. не мог, причем почему сватье баба Баба Рика в этих интригах участвовала, он сидел и радовался, поет, а царь нашел сам, ну, не важно, она участвует, подменяет письмо в бочку, да? Царь солдат возвращается, и скажите, что ему, никто не сказал, что царица Анастасовна, ну, это же невозможно. Плох, паяль, интриг, обязательно кто-нибудь шепнет. А, ничего, он сидит и скучает, идет, спрашивает, собственно, что они видели. Но, мы прощаем все это, все беременно, какая разница, какая нам разница. Эти стихи, льющиеся, этот полет, ну, вы помните, Анатолия Шмия, римского творца, то он муха, то он очень верит, то он летит к Пакиньке, он его видит, а Пакинька его, естественно, не замечает, и, в конце концов, все это ханчивает. То есть, каково качество государственного управления, осуществляемого царем Салатаном, спрашивает, вы говорите, нет этого качества, войкой можно прохать. Что делает его замечательный сынок? Ведом, управляет городом, ничего не делается. жена строит город, белочка наполняет бюджет, дядька Черномор охраняет, все. Что ему делать в этой жизни, совершенно непонятно, поэтому сказка заканчивается на том, что они все встречаются, ура! Конечно! Александр Сергеевич, когда писал это, он был просто напоем счастьем. Ну, видимо, жизнь ему улыбалась, государь-император любит, жена раздевает мертвенцев, замечательно, все блестяще, все прекрасно, и вот он, для будущих своих детей, как бы, пишет вот эту вот замечательную историю. Значит, сказка была написана, он сказал, в 1831 году. А вот, как раз хорошо, даже кто-то может успеть задать вопрос. А в 1834 году Петя Яршов, который студент Санкт-Петербургского университета, читает Пушкину сказку, ну, Пушкину, Жуковску, сказку, ходит в гордонах. Пушкин, полнопосторный, все, теперь мы можем для сказки не писать, у нас появилась вот ничем сказочка. Ну, скажите честно, в содержание кайфага он как-то помнит? Да. Да, молодцы. Ну, я очень вкратце, значит, извините, я не могу начать цитировать. За горами, за лесами, за широкими морями, ни на небе, ни на земле, жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Когда старинушки это настолько вообще распевно по-русски и вводит нас в эту атмосферу, вот если сидит, моя жена, если захочет меня приобретать, называя меня старинушкой. Замечательная саша. Замечательная история. У старинушки три свина, старший умный был Тима. Средний сын так и сяк, младшую вовсе душу. Братья съели пшеницу, довозили в город столицу. Замечательная как бы в стопах приманка. Знай, столица та была недалече от села. То есть, вы понимаете, не село близко к столице, а столица Христа. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали, и с набитвой с умой возвращались там. Ну, в общем, понятно, жизнь этой семьи. Вдруг поле начинает вытаптываться, в котором растет эта самая пшеница. И братья уходят в ночной дозор, чтобы поймать вот этого рода. И первый и второй брат собираются основательно. Они берут топор, лужьё, ну, караул так караул, дозор так дозор, и оба, испугавшись чего-то, первый испугался громом, вот этот умный дитином, тот, который и так и сам испугался дождя, они куда-то убегают, и, в общем, горы продолжают дождь. И наконец, дав младшему сыну краюху, и с богом его попросить подежурить, самый старик, старинужный, отправляет Иванов туда подежурить. Он ничего с собой не взял, кроме вот этой самой краюхи, и он как прелестно пишет об этом дешевле. Стал в третий раз смеркаться, надо младшему взбираться, он и усом не бьет, на печи в углу поет изо всей дурацкой морщи распрекрасную узи кочей. То есть, этот бездельник еще и пустая о любви. Братья ну ему пенять, стали в поле погонять, но сколько долго не кричали, только голос потеряли. Он не смеется, наконец подошел к нему отец, говорит ему, послушай, побегаем дозор, моя душа, я куплю тебе лупков, дам гороху и бабалов. Ну то есть, видимо парень держался в жутких строгох, не представляешь это, премии ему в обычной картинке описали гороху и бабалов. Тут Иван с печи слезает, на лакайском надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет. Поле все Иван обходит, ну дальше нет, ну не важно. Короче говоря, что делает? То, чем занимаются бураки. Он не спит, во-первых. А зачем он в своем днем спал, собственно? не спит. Он живет краю, смотрит звездное небо и считает его чисто буракское зрение. И в это время появляется глица, который там был, собственно, поле. Он его ловит, глица говорит, не отпусти. и дальше совершенно замечательный я на днях, как говорили, пожертвуюсь. И вот у меня будут первые, ну два жеребца, опять вот это три-три. Два жеребца будут красавцы, кони, который он забрал на продаже, а третий будет коняр-корбунов, то есть маленький, горбатенький коняр, к чему не приспособили коняр-корбунов. Вот его-то не продавали, можно подумать, его кто-то купил, потому что он будет себя там в другом союзе продавать. И вот Иван-дурак вместе с этим горбатенький, с другим коняр, начинает творить конесант вплоть до того, что Иванушка в конце, значит, когда уже царь-тилицу себя нашел, он бочку с кипящим молоком ныряет, потом бочку с горячей ботой ныряет, потом бочку с холодной ботой ныряет, и становится пригожим красавцем молодцом. А стоит царь, который решил все повторить, но которого как много не охраняет, он кидается в бочку с молоком, и там, естественно, сваривается, в общем, не очень хорошо, но как бы туда и дорога. Замечательная чистая русская сказка, «Иван, женщина, тычьи». Ещё было бы замечательно, но сказка это мальчистое, для вас сообщить. Привет, как бы, нам от викингов, и похожие истории в любую у человека славы и славы. Ну, в общем, на этом, как бы, я заканчиваю, не могу ещё не сказать о Решёве, о котором мы знаем преступного мало. Это был совершенно потрясающий человек, он в 19-е он писал эту сказку, потом писал какие-то пьесы, романы, стихи, но уже это всё не имело никакого значения. Прожил он почти до 70, он вернулся в Тобольск из Петербурга, он приехал учиться из Тобольска, он приехал в Тобольск, он стал сначала учительом, потом инспектором, потом директором Тобольской гимназии, и директором дирекции губернских учителей, и умный. И так Бублин говорил, что он автор вот этого одного мненияного произведения сказка «Конёк Городовы». Все единственное но, и это последнее, что я хотел сказать. Одним из учеников писал Тобольскому писанию был Дмитрий Иванович «Конёк Городовы». Которые жили сыну Патченко Сибиршова. У них родилась дочь, которая была женой Александра Города. И вот вы знаете, в 19 лет написать гениальное произведение, а потом вот так вот протянуть свой след, свое влияние во всю, можно сказать, историю мировой науки и это завидная судьба. Так что любители шоу отечествуют. Спасибо. Спасибо. Спасибо.